Резидент технопарка высоких технологий Югры предприятие из Нижневартовского района вышло на общероссийские и международные рынки продаж. Небольшая компания производит гипоаллергенную косметику с добавлением югорских дикоросов, трав, цветов, коренев, ягод и даже мха. Благодаря целебным свойствам продукция стала популярной. Подробности в сюжете Кирилла Волконского. В экипировке, больше напоминающей скафандр, технолог Алена Коновалова смешивает ингредиенты для мыла. Основу, щелочь, ароматические добавки. Сегодня это кедровое масло и можжевельник. Работает обычным блендером. Эту партию душистого варят холодным способом. Рецепт старый, что называется, детовский. Чтобы содержимое двух деревянных контейнеров, это 15 килограммов мыла, застыло и высохло, а другими словами, дозрело, требуется чуть больше месяца. Это не один процесс. Это не так, что ты пришел, смешал, разложил по формочкам, это совершенно не так. Во-первых, это все надо вымерить по граммам. Когда составляется рецептура, она составляется на основе чего? Например, мыло у нас щелоковое. Это основа старинного рецепта идет. Щелочь. Вот раньше как варили. На основе золы делали мыло и все остальное. Вот тоже добавлялись какие-то масла, которые дома были. А вы представляете, у нас здесь не одно масло. У нас здесь как минимум три. В каждом мыле как минимум три масла участвуют. Небольшой цех – это уже огромный прорыв для изготовителей косметики, ручной работы, рассказывает основательница компании «Берегиня» Светлана Кресниченко. Чтобы трансформировать хобби от кустарного до массового производства, сотни наименований женщине потребовалось 10 лет. Склад как таковой здесь отсутствует, да он и не нужен. На полках готовая продукция не залеживается. Все сразу отправляется в продажу. В России ее можно купить благодаря одному из крупнейших онлайн-гипермаркетов. Благодаря помощи Центра экспорта Югры шарики для ванн, массажные свечи, ароматические масла из Нижнего Артовского района стали известны и за рубежом. Речь не о странах бывшего Союза. Туда косметическую продукцию продают давно. Сегодня «Берегинь» открываются рынки Азии, Соединенных Штатов, Европы. Сейчас все на стадии обсуждения с китайскими партнерами. Далее мы при помощи Центра экспорта Югры разместили свои товары на площадке Айтси и начали реализацию. То есть это частные посылки вот отсюда из Нижнего Артовского района. Заказчики, то есть мы напрямую, мы уже отправляли в Испанию, Великобританию, Швеция очень много закупает продуктов именно с местным растительным сырьем. Вот как-то им полюбилось и понравилась вот именно вся хвойная тематика. Заложить в основу продукции, кроме традиционных компонентов, северное сырье, то есть ягоды, хвою, травы, корень и цветы, стало главным ключом к успеху и выходу на рынок. Новаторскую идею поддержали сначала в Нижневартовском районе. Местные власти на безвозмездной основе предоставили помещение, а затем помогли с покупкой специализированного оборудования. Более того, в муниципалитете есть поддержка, мы знаем, да, это по сертификации новых видов продукции, это по компенсации затрат по оборудованию и так далее. То есть сейчас вообще в Югре и в муниципалитете в частности достаточно широкая программа, которая поддержки предпринимательства и вообще начинающего предпринимательства. Сегодня производство совершенствуется не только с технологической точки зрения. На днях Берегини получила статус резидента технопарка высоких технологий Югры. С проектом «Ягель» как активный компонент в косметических средствах. Благодаря свойствам малиньего мха в народной медицине он используется как противовирусное средство, антибиотик. Продукция с этим компонентом займет достойное место на рынке косметики. Кирилл Волконский, Андрей Клиницкий, Вестию Гория, Нижневартовский район.